Ну и вишенка на торте – это юридический вопрос использования сэмплов, чтобы, например, не платить полтора миллиона. Да, если говорить про сэмплы, в принципе, сэмплы, инструментал и любые звуки, нам нужно получить подтверждение того, что у вас есть права на это. Потому что все можно свестить к простым правилам. Первое правило, что чужое без спроса брать нельзя, как в детском саду. Второе правило, что чужое без спроса брать нельзя и размер не имеет значения. Некоторые думают, что есть миф, что можно взять до трех секунд, до трех нот, до трех тактов, и это не является нарушением чьих-то прав. На самом деле нет, размер здесь тоже не имеет значения. И поэтому нам нужно понимать, взяли ли вы это с чьего-либо согласия. Поэтому для сэмплов, для инструменталов все единообразно. Если есть цифровые библиотеки, есть цифровые сервисы, то просто дайте нам ссылку, мы проверим. И подтверждение того, что вы оплатили, если там есть за подписку. И мы проверим действительно, есть ли возможность использовать, исходя из их соглашения с пользователем. Если же говорить в целом про сэмплы, что такое сэмпл? Сэмпл это переработка. С точки зрения авторского права, вы берете и перерабатываете чужой материал. Для переработки нужно получать согласие. Многие также ошибочно думают, что они цитируют. А цитирование, это у нас не является нарушением прав, это же цитирование. Цитирование есть, такой способ использования. Более того, это способ свободного использования. То есть тебе не надо ни платить вознаграждение, а не спрашивать согласие. Например, если я кого-то пародирую. Например, если я использую в личных целях. В машине пою. Например, если я делаю обзоры. Говорю, что вот сегодня вышел такой-то трек, давайте поставим его. Но нету цели такой в законе, которая позволяла бы тебе вставлять чужое произведение в свой трек. Даже если ты выражаешь дань уважения доктору Удре. К сожалению, нет. Поэтому цитирования здесь нет. Это все переработка. И с переработкой возникает вот такой вопрос, как понять, что это переработка. Есть ли какие-то критерии того, что это переработка. И тут авторское право и, в принципе, право, оно входит в такую дискуссию того, что он понимает свою миссию. А миссия заключается в том, что искусство хип-хопа, оно строится как раз-таки на сэмплах. То есть вся культура построена на использовании чужого. И как найти этот баланс для судов, где ты, с одной стороны, можешь задавить культуру, если будешь требовать от всех, чтобы все просили разрешения, и там, не знаю, все джазмены 70-х будут ходить и блокировать всем треки. И, с другой стороны, не отменить авторское право. Как найти этот баланс? Это сложно. Но вот этим вопросом задавался Европейский суд справедливости, когда было интереснейшее дело группы Крафтверк. Это пионеры немецкой электронной музыки. Они 20 лет судились за использование двух секунд своего трека в чужом треке. У суда вывод такой, что если переработка достигает таких пределов, что уже нет связи с оригинальным произведением, что переработано настолько, что это что-то новое, и мы не можем протянуть эту линию с точки А в точку Б, то это не является переработкой. То есть по факту это переработка, но это не переработка с точки зрения права, не является нарушением авторского права, потому что это вот такое преобразование и создание чего-то оригинального. Если же у нас есть понимание, что да, мы здесь явно слышим другой трек, и мы это можем как-то проверить, ну не мы конкретно, а в принципе, если мы можем сопоставить ноты, тон, гармонию, то, конечно, это является нарушением, и мы будем просить согласия, спрашивать, есть ли у вас разрешение на использование этой композиции на создание сэмпла. Иногда есть, иногда нет, ну как правило нет, и мы говорим, что нет, ну это большой риск для нас, нас этот релиз несут, направят клеймы, и мы будем являться нарушителями, а это складывается, из-за этого складывается негативная репутация сервиса, поэтому мы не пропускаем такие треки на площадке. А кто будет являться нарушителем в итоге? Нарушителем являются все, кто использует, то есть у нас есть цепочка, артист, артист, лейбл, дистрибьютор, площадка, ответственны все, то есть автор оригинального произведения может подать в суд претензию на любого из участников цепочки, абсолютно на любого. Вот так, например, было дело с Димой Бамбергом, судился с издательством Jam, и он подал в суд на всех, на Jam, на Сберзвук, тогда Сберзвук, и на еще кого, не помню. Вот, он судился с ними. Поэтому нам важно, чтобы мы не подставляли своих партнеров, и чтобы нас не подставлял сам пользователь. Очень интересный ответ, намного интереснее даже, чем я ожидал, и длиннее, но в хорошем смысле. Есть ли тогда на текущий момент, там в России, например, способ законный, вот, например, Bitmaker сделал бит, 4 сэмпла использованы, разные длины. Есть ли у него какой-то легальный способ их завизировать, что называется, да, то есть очистить, как это на Западе еще называется? И если да, то как? Да, на Западе называется copyright clearance, и поэтому у нас это тоже называется очистка. Я люблю, как буквы на все переносятся. Абсолютно. Как это сделать? Так же, как сделала Big Baby Tape с песней Мистера Кредо. Написал, ему сказали полтора миллиона, вроде бы, или нет, я не помню. Но, нет, не полтора миллиона, это вроде бы говорили, что квартиру купил Мистера Кредо после этого. Но, в общем, не суть. Суть в том, что, да, ты пишешь, ты ищешь правообладателя. Можно поискать на площадках оригинальную песню и посмотреть, как указан, и кто указан в копирайтах. То есть, копирайты — это S в кружочке и P в кружочке. Это позволяет понять, раньше на дисках это указывали, кто правообладатель на виниле. Теперь это также делается на цифровых площадках. Понять, кто правообладатель и у кого есть право использовать это произведение. Например, там может быть написано Universal. Находишь эту компанию, пишешь им и говоришь, я вот такой-такой-то хочу использовать в своей песне. Это первый вариант. Второй вариант — ты можешь найти правообладателя, обратившись через организации по коллективному управлению правами. Они же окупы. Что это за организация? Это организации, которые возникли в середине 19 века. Есть такая интересная история, как сидели французские композиторы в кафе, пили чай-кофе и услышали друг, как играют их музыку в этом кафе. И когда принесли счет, они вытащили и дали счет свой уже владельцам этого кафе. Был большой суд и действительно признали кафе нарушителем авторского права. И после этого задались вопросом, как в принципе мы можем сделать так, чтобы мы смогли найти опять же этот баланс между пользователем и автором. То есть автору интересно получать деньги за использование произведения, а пользователю интересно использовать произведение. И поэтому появились такие организации-посредники. Они есть во всех странах мира, в России, в США, во Франции, в Англии, где угодно. В России это российское авторское общество. И вы можете, если ваш трек в российском авторском обществе когда-то получал роялти за использование этого трека, то даже если не получал, вы в принципе можете обратиться в российское авторское общество. У них есть почта на сайте. И вы можете им написать и сказать, я такой-то хочу использовать вот такое-то произведение своей песни. И они обязаны вам предоставить данные, кто правообладатель, и контактные данные этих правообладателей. Но бывает такое, что если лицо изъяло права из РАО, то есть они по дефолту всегда там. Потому что у РАО есть аккредитация, они по дефолту там. Если права у РАО изъяли, то РАО не предоставит этих данных, потому что у нее их не будет. Также они могут просто не знать, если это касается чего-то зарубежного и редкого. То есть они могут не знать какого-то венгерского автора, и кто правообладатель, наследники. И поэтому вам лучше написать в национальное авторское общество этого государства. И таким образом вы там найдете правообладателя. И также по процедуре пишите, говорите, мне нужна лицензия на переработку, я хочу переработать вашу песню и использовать ее в своей композиции. И важно, очень важно понимать, что все, что мы слышим в наушниках, когда идем, мы слышим всегда 4 объекта интеллектуальной собственности. Это текст, музыка, исполнение текста и музыки и запись исполнения текста и музыки, то есть фонограмму. И когда человек берет с площадки и делает сэмпл, он использует все 4 объекта. Поэтому вам нужны права как и на объекты авторских прав, на текст и музыку, так и на объекты смежных прав, на исполнение и на фонограмму. Поэтому это надо не забывать, потому что многие думают, что можно взять у правовладателя музыки права и все. Нет, вы берете и при сэмплировании вы используете фонограмму, вы делите именно фонограмму. Многие также ошибочно думают, что можно брать классику и использовать ее как угодно. Например, я возьму Бетховена, порежу его и ставлю в свой трек. Но нельзя забывать о том, что Бетховен, хоть у нас и в общественном достоянии, но в общественном достоянии ноты, если простыми словами. А вы берете запись какого-нибудь оркестра из Мюнхена, который это сыграл и записал свою игру. Поэтому, окей, вам авторскую часть чистить не надо, но смежную часть исполнения оркестром и фонограмму оркестра чистить надо. Поэтому нужно всегда понимать. И тут есть простое правило, вы берете свой мастер, вот вы создали его, вы берете свой мастер и смотрите, так, что здесь не мое, что здесь не я сделал. Раскладываете, понимаете, что фонограмма, текст, исполнение музыки и смотрите, так, мое. Хорошо, ага, исполнение. У меня есть соисполнитель? Нет соисполнителя? Хорошо. А есть какой-нибудь не вокальный, а инструментальный исполнитель? Значит, надо почистить право с ним. Есть уже текст, чистим право с автором текста. Интересный момент. Еще есть тоже некий миф, не миф, не знаю, что я даже точно не могу сказать, потому что этот миф периодически варьируется, что якобы до 60-х годов или 50-х. В общем, если какой-то сэмпл использован до какого-то там 50-х, 60-х, то он уже какое-то там отсутствие срока давности, что-то такое. То есть он уже, грубо говоря, бесплатный, фришный и ничем не облагается. Это миф или есть, на чем этот миф основан? Миф основан на том, что у нас есть срок действия исключительного права. В России этот срок составляет 70 лет. 70 лет с даты смерти автора, именно автора, не правообладателя, то есть не тот, у кого права, а именно с даты автора. Вот, допустим, не знаю, Чайковский написал произведение. Он умер в конце 19 века, и мы смотрим, когда он умер, 70 лет прибавляем к этой дате и понимаем, что, ага, условно, в каком-то году, в 1968-м Чайковский у нас в общественном состоянии. Значит, мы можем использовать его ноты свободно. Значит, мы можем играть его ноты сами, записывать его ноты. Поэтому с этим связан миф, потому что, если вы говорите про 50-е, сейчас 23-й год, получается, 70 лет назад умер автор, получается, вот, если автор умер в 50-х, то вот скоро его музыка будет в общественном состоянии. Наверное, на этом старые записи, там, каких-нибудь 30-х годов, где исполнял Леонид Утесов, да, Леонид Утесов исполнял произведения, там, в 30-е годы, наверняка, они уже в общественном состоянии полностью, потому что он исполнял старые песни, и фонограмму уже 50 лет точно прошло, и исполнение тоже уже прошло почти 90 лет с момента создания исполнения. Вот, поэтому я думаю, да, вот такие полностью по всем фронтам, с точки зрения и авторских смежных прав уже в общественном состоянии. Это очень ценный урок, лекция, я не знаю даже, как это, это больше, чем ответ на вопрос, да. Огромное спасибо, я думаю, что мы на этом можем закончить, если, Илья, у тебя есть что-то добавить, послание, месседж. У меня есть послание следующего толка, всегда думайте о том, что вы главный участник музыкальной индустрии, потому что без вас не было бы ни лейблов, ни дистрибьюторов, вы именно тот человек, из-за которого, в принципе, создается то, что мы слушаем в наушниках. Поэтому я призываю это не забывать и, исходя из этой мысли, относиться к вашему идею, к вашим правам с любовью, с уважением, и таким образом очищать права, заниматься тем, чтобы использование этих объектов было правомерным и не создавало для вас никаких проблем. А проблемы могут быть разные, от потери денег до потери нервов и, в принципе, желания заниматься музыкой, после того, как вы обожжетесь на тех или иных ситуациях. Если вы хотите научиться делать классные треки, то обязательно посмотрите вот эти видео.